World of Cards. А сколько денег ты сли в унитаз? Всем привет, меня зовут Дискодансер Ронь, и сегодня я хотел с вами обсудить прекрасное событие, которое совсем скоро начнется в World of Tanks. Это событие называется Новогоднее наступление 2020. Мы внимательно изучим всю информацию, которую предоставила нам Wargaming, и почитаем вообще, что нас ждет совсем скоро. Начнется это событие, кстати, 13-го числа, 13-го декабря, и продолжится до 14-го января 2020 года. Погнали! Давайте сразу же промотаем вниз и посмотрим, что же нас ждет в самом начале. Уже 13-го числа, 13-го декабря, вы, зайдя в игру, сможете получить подарок. Первый, который подарит вам Wargaming. В него будет входить три малые коробки с украшениями. Французский легкий танк АМР-35 со слотом и стопроцентным экипажем. И один заряд для антиповторителя. Мы, естественно, разберем, для чего это все нужно, и зачем эти нужны заряды, и куда их девать, куда их вставлять. В принципе, логика, знаете, осталась та же самая. У вас есть елки, у вас есть всякие вот столы, еще какие-то хреновины. Вы, естественно, наряжаете все это елочными игрушками, танками, там, с тремя столами, и у вас повышается атмосфера праздника. Ну, естественно, по достижению максимального уровня атмосферы праздника, вы получаете все плюшки, которые приготовил для вас Wargaming. А их, кстати, очень будет много. Такие, я бы сказал, жирный Новый Год. Прям вот прям жирный, прям классный. За них стоит побороться даже больше, чем за Ленингада. Потому что Ленингад это танк, а тут вы получаете намного больше всяких интересных вещей, но это, на мой взгляд, чем задротствованный один танк, несчастный Ленингад. Который, наверное, будет продаваться в следующем году за тысячи две с половиной. Мне кажется, вот примерно его цена будет такова. Несмотря на то, что концепция праздника остается примерно одинаковая, у нас еще появляются некоторые фишки. Например, одна из них, это большие украшения. Их всего у нас будет четыре. Вы сможете их заработать или получить с малых коробок. Они, может быть, выпадут вам. Но, скорее всего, как-то их надо будет собирать. Стоимость каждой игрушки будет увеличиваться. Допустим, если вы первый собрали за три тысячи, там пропорционально, я не знаю, как это будет увеличиваться. Ну, короче, следующий будет стоить четыре тысячи или пять, шесть. Ну, как-то так. Как я понял, вот именно так это будет происходить. Фишка больших украшений в том, что они будут добавлять вам бонус к заработку кредитов. Каждое украшение добавит вам по два с половиной процента. Поэтому имеет смысл собрать их скорее и установить у себя ванга. Также немного изменена концепция добавления бонусов. Теперь каждая игрушка, которую вы собираете, она, кстати, будет добавляться в специальный альбом, в котором они будут находиться. Каждая игрушка, добавленная туда в альбом, будет увеличивать процент прибавки кредитов. Максимальный процент может составить до 50%. Но это, если я так понял, вы все соберете вообще. Все, все, все. Вот тут какая-то хитрая система, как там это все суммируется. Я ничего не понял. Два умножить на четыре плюс пять. Как это все суммируется? Я не понял. Ну, короче, смысл таков. Чем больше игрушек у вас найдено и добавлено в этот рождественский альбом, тем больше бонус кредитом у вас появляется. Это то, что касается бонусов кредита. Другие бонусы мы рассмотрим чуть попозже. Сейчас давайте посмотрим, какие подарки нам выдаются за получение нового уровня атмосферы праздника, точнее, за прохождение каждого этапа. Я просто полистаю уровни, и вы посмотрите, что нам будет выдаваться за достижение каждого из них. Как вы могли заметить, довольно-таки нехилые подарочки на Новый год. Мне прям вкатывает. Я не знаю, как вам, но мне прям вообще вкатывает. Очень круто. И, знаете, есть какой-то смысл докачаться действительно до десятого уровня. Потому что тут столько всякого замечательного добра, какие-то супернациональные чертежи, которые никогда не выпадают, ну, по крайней мере, у меня. У меня их есть там по три штуки, может быть, на каждую эту. И никуда их применить нельзя, потому что их очень мало. Обычно на технику высокого уровня вы не можете их собрать, потому что у вас три есть или два. Ну и что вы с ними делать будете, я не знаю. А тут прям, смотрите, по 60 универсальных чертежей, 100 за десятый уровень. Снегурочку вам дают. И новогодний слот для танка десятого уровня. Относительно снегурочек сейчас мы с вами определимся, и я вам расскажу, зачем они вам нужны. В этом году у нас, помимо ёлок, гирлянд и всяких вещей, появятся снегурочки. Их будет четыре. Они будут представлять одну из коллекций. Коллекции у нас в этом году четыре. Первая это Рождество, вторая это Волшебный Новый Год с мандаринами. По-моему, самый прикольный из этих всех. Потом у нас идёт Новый Год и Восточный Новый Год. Как только вы получите одну из снегурочек себе в ангар, вы сможете получить от неё одну игрушку в день. Если у вас будет больше одной снегурочки, ну, две, три, там, четыре, уже максимально, вы сможете получить одну всё равно игрушку только от одной снегурочки. То есть, если у вас, допустим, коллекция Восточный Новый Год не собрана, вам, скорее всего, надо получать от снегурки Восточного Нового Года, нежели от Волшебного Нового Года. Ну, короче, вы, я думаю, поняли, о чём я говорю. Помимо одной игрушки, они будут выдавать вам ещё боевые задачи на пятикратный опыт. Как вы уже могли заметить ранее, когда мы смотрели подарки за атмосферу праздника, у нас появились вот такие вот замечательные синенькие слоты для танков новогодних. Что это вообще такое, спросите вы? Я вам сейчас объясню. Как вы могли заметить, у нас тут танки, видите, разные. Вот восьмой есть, девятый, десятый. Ну, и, естественно, вот пятый и шестой. Всего у нас есть шесть слотов для шесть танков. Туда вы можете поместить любой прокачиваемый танк, и в зависимости от его класса ему будут начисляться определённые бонусы. Допустим, если танк у вас лёгкий, вы получите 200% к свободному опыту. Если у вас танк средний или тяжёлый, вы получите к боевому опыту 50%. Если у вас ПТ-САУ или арта, боже упаси, то вы получите плюс 100% к опыту экипажа. Вот такие бонусы у нас получаются к технике. В этом слоте вы можете менять машину каждые 30 минут один раз. Также на эту машину будет наноситься специальный какой-то там новогодний 2D стиль. И ещё одно но. Насколько вы помните, акция новогоднего наступления World of Tanks продлится с 13 декабря по 14 января. Однако бонусы будут продолжать действовать и дальше, с 14 января по 1 февраля. Также стоит учесть, что количество слотов будет ограничено вашим уровнем атмосферы праздника. То есть, если вы заработали только шестой уровень атмосферы, у вас будет один слот на шестой танк. Но если вы, естественно, прошли все 10, у вас будет все 6 слотов, и вы сможете танки туда ставить какие угодно. В этот период с 14 января по 1 февраля вы сможете менять танки в слотах этих, но не так часто, как при акции новогоднего наступления 2020. Там вы могли бесплатно это делать каждые 30 минут, а тут вы сможете только раз в день делать это бесплатно. Но если вы захотите поменять танк вот прямо сейчас, вам очень горит и нужно это сделать, вы всегда это сможете сделать, но только за кредиты. Ну и, естественно, бонусы кредитам, боевому опыту и экипажу распространятся только на машины, которые у вас находятся в слотах. Как и всегда, на Новый год у нас будет 4 наградных стиля, вы сможете их получить, собрав полную коллекцию. 4 коллекции у нас есть, мы уже о них говорили, но еще раз давайте посмотрим на эти танчики. Рождество, Волшебный Новый год, Новый год и Восточный Новый год. Мне вот самый прикольный все-таки кажется, мандаринчиковый маус, прям вообще топчик, топчик. Чтобы собрать коллекцию, вам понадобятся, естественно, игрушки. Игрушки у нас делятся на 5 уровней. 5 уровень, естественно, самый легендарный, редкий, который сложнее всего найти. К вопросу о том, как найти же эти замечательные игрушки, у вас будет несколько способов. Один из них это выполнять боевые задачи в случайных боях, выполнять боевые задачи для праздничного календаря, создавать украшения в Новом годном коллайдере, получать украшения, подарки от Снегурочек раз в день, ну я о них уже говорил раньше, и покупать большие коробки. За выполнение боевых задач вы получаете одну малую коробку, в которой находятся 3 случайных украшения. В них может быть все, и возможно одно большое украшение, но это написано очень редко, и вам нужно быть очень удачливым человеком. Я таким не являюсь, скорее всего, мне ничего не выпадет, но возможно у вас что-то будет по-другому. Условия и награды задач у нас такие, тут вы можете их почитать, посмотреть. Хочу заметить, что у нас есть задачи, которые будут меняться 2 раза в неделю, и вот у них даты есть смены, то есть чтобы вы не прогадали или потом не били себя в крути, говорили, что я же делал, почему все поменялось. Надо успевать, дорогие друзья, надо успевать. Но это, я думаю, вполне себе возможно, и надо это делать, чтобы все украсить и получить все призы. Как и всегда, на Новый год вы можете воспользоваться годным коллайдером. Естественно, все то же самое, ломаете ненужные вам украшения, создаете новые, ну и в принципе, что тут, ничего такого нового не изменилось. Помните, в самом начале нам 13 декабря выдали один заряд для антиповторителя. Вот он нужен именно в этом замечательном коллайдере. Также нам их будет выдавать за получение нового уровня атмосферы праздника. Он нужен для следующего. Вы его, короче, устанавливаете в эту вот фигню, я пока не представляю, что куда тут тыкать, но, короче, вот выглядит тут примерно так. Он дает вам возможность сделать украшения, то, которого у вас нет. Скорее всего, это понадобится, знаете, когда вы уже почти соберете все, потому что он будет вам выдавать именно то, которого у вас нет вообще в коллекции. И стоит, наверное, их, знаете, как-то использовать в самом конце, когда вы уже собрали почти все и вам что-то не хватает определенное. Потому что количество зарядов у нас этих ограничено и не стоит их растрачивать попросту. Однако применить вы их сможете только к созданию маленьких украшений. К большим вы их применить не сможете, потому что большие украшения всегда уникальны и создаются без повторений. По большим коробкам пока ничего не понятно. И будет, естественно, все то же самое. Выпадать украшения, короче, предметы, танки и еще всякая фигня. Но пока не понятно по цене. Меня это, в принципе, больше всего интересует. Потому что и так, конечно, там будет что-то интересное, но пока не понятно, сколько это будет стоить. Скорее всего, это будет уже в пятницу, 13-го числа, как раз когда стартанет это все мероприятие. Ну и последнее, точнее, постскриптум я бы назвал так. Вы сможете также получить коллекции 2018-2019 года, если вы достигнете 10-го максимального уровня атмосферы праздника. После этого вы сможете использовать осколки для получения украшений из предыдущих коллекций. Ну вот, в принципе, и все, что я вам хотел рассказать. Вот, по-моему, очень крутое мероприятие, нас ждет. Ну, я надеюсь, что ничего не изменится, и все будет именно так, как написано. И получить можно будет стили какие-то. Я, конечно, не получал ни одного вообще за 3 года, потому что я никогда не добивал эту елку. Ну, в этом году, прям, знаете, есть какой-то смысл это сделать. Прикольные награды, интересные. Мне эта акция больше всего нравится за весь год. Ну, помимо вот М10РБФМ, на которой был марафон. Такой он, знаете, лайтовый, не сильно там сложный. И танк хороший вроде дали. Ну, может, не сильно крутой, но довольно-таки играбельный. Если сравнивать с тем же Супер Хелкетом, который подарили нам бесплатно. Ну, а что вы думаете насчет новогоднего наступления? Нравится ли вам или что-то еще должно быть еще круче? Ну, мне кажется, прям вообще круто, круто, жирно, жирно, жирно. На этом у меня все. Я с вами буду прощаться. Если вам понравилось видео, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И не забывайте рекомендовать это видео своим друзьям, знакомым, близким, родственникам. Короче, всем, 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 кого вы знаете. Ну, а с вами был Дискодансер Ронни. Всем большое спасибо и пока. Субтитры сделал DimaTorzok